Добро пожаловать в Никобару Volume 2! Ах, этот вдыхающий коконатик, этот кокосик, кок-ка-эх! И почему у меня вечно ничего не получается? У нас по-по алиби, её Азуки считает неповоротливой и такой, знаете, растяпой, толстушкой! Но мы так с вами абсолютно не считаем, вот... Смотря друг другу в глаза и положа руки на стол... Мы не считаем её толстушкой... Каканат, у тебя перерыв, и я присуну тебе немного... Тесто... Эм, косё, сама? Ммм, извините... Ты же на перерыве, да? Не надо извиняться! Нет, я... Ну, то есть я... Простите... Нет, честно, не стоит извиняться! Её хвостик и уши паникли. Она явно была чем-то... Не на шутку расстроена. Дело серьёзное, у меня аж мурашки от драмы побежали! По всему телу! Держитесь! Держитесь! Держитесь с носовыми платочками, там, блин... Ээээ... Рекламная пауза... Да, да... Дело серьёзное. У меня тоже перерыв. Схожу, заварю чаю. Ты будешь, каканат? Да, но... Вы точно не против? Я не... Я не... То есть я... Я же почти никак не могу помочь в магазине, эх... Да, здесь точно не до шуток, если вы не можете помогать кому-то в магазине, стоит призадуматься о своей жизни. Со стороны это казалось обычной ссорой. Похоже, быть инэко не так уж и легко. Я налил чашку чая, размышляя об этом. Не принимай так близко к сердцу. Фото в блоге вышли очень даже милыми. А, да я не из-за фото переживаю. Я поставил чашку чая на стол перед ней. И сел напротив, отхлебнув чая. Типа, смотри, какой вкусный чай. Хочешь? Хочешь? Какой вкусный чай. Ещё? Если будешь загонять себя, ничего не выйдет. Наверняка же есть что-то, что под силу только тебе. Я знаю, что ей под силу. Ей под силу держать карандаш между своими дыньками. Ты же можешь назвать что-то, что тебе по силам. Что тебе близко. Но я же не знаю, чем всё закончится. Только хуже всё сделаю. Я разве что тяжести поднимать могу. Убирать, выстраивать очереди. И надо же было уродиться такой неумехой. Эх! Совсем себя не ценит эта девка. Как она всегда лезла из кожи вон за работой. Из-за... Я знаю, что она далеко не такая бесполезная, как себя считает. Но ей нужно было преодолеть это самостоятельно. Я не мог сказать ничего, чтобы облегчить её волнение. Я сделал ещё глоток чая, глядя на понурившую голову каканат. Может, согласишься сходить со мной днём? Сходить? Куда? О, куда? Есть у меня местечко. Там я мешу тесто, моя сладкая. Мяу! Как же здорово выйти погулять! Правда же, хозяин? Нам сегодня повезло с погодой. Она идеальна для Нека. И так хочется свернуться калачиком. Так и хочется. У нас не прогулка, понятно? Нам надо доставить заказ. И поэтому я взял всех. Наверное, мы идём к какому-нибудь высокопоставленному чиновнику, потому что взял всех своих. Но после того, как доставим, это же самое настоящее свидание получается? Да, практически свидание. Так что не вижу ничего плохого в том, чтобы свернуться калачиком. У тети Секс. Калачиком сворачиваться. Не на тротуаре же! Хозяин совершенно не понимает Нека. После доставки на протяжении всего пути я не сводил глаза с дурачившейся чоколы и ванилы. Даже самый обычный человек вроде меня понимает. Какой сегодня чудесный день. Ты не обычный человек! Ты самый лучший! Пестомес! Правда же? Каканат. А? Да, вы правы. Мне тоже хочется свернуться калачиком в такую погоду. Даже каканат говорила, то же самое. Похоже, дало о себе знать кошачье начало. Или конец! Я не переставал этому удивляться. Извините, Кассио сама. Что заставило вас переживать? Я не особо беспокоюсь. Да мне вообще насрать. Вы все равно за еду работаете. Главное, у вас есть сиськи и пруд покупателя. До остального мне нет дела. Просто у нас была куча заказов. Вот и понадобилась лишняя пара рук. И другая пара чехолы ванилы держали по торту. Плюс по одному у меня и коконат. И только четыре торта. Эта работа подходила ей идеально. Как раз под стать ее силе и тела. Сложению и вычитанию. И другим арифметическим операциям. Этот клиент не впервые делает у нас заказ. Должно быть ему понравились наши тортики. Особенно тот, кто их приносит. Про что я вам и говорил, ребята. Видали? Идеальное чтение. Он собирался устроить вечеринку. Так что заказал сразу несколько танцовщиц. И неудивительно, что заказ такой большой. Правда, если такой объем заказов будет и дальше, понадобится машина для доставки. Предлагаю катобус. И для меня будет еще меньше работы. Может быть, я просто напишу машины у себя на лбу. Ну или на груди. Ужжми на венте, просто обгоняю. Похоже, ей ни капли не стало лучше. Она с сарказмом, с иронией говорит обо всем. Я даже не представлял, насколько низкая у нее самооценка. При прихожем можно и заставить облизывать себе пятки. Пальцы ног. Вам же всем нравится этот фуд-фетиш? Напишите в комментариях. Я думал, что прогулка поможет ей развеяться. Но я, видимо, ошибался. Хозяин, глянь! Вон туда! Мяу? Это же... Ты о чем? Я взглянул туда же, куда ванилы и чеколы. А там наша Нека Милкая Шмилка Блилка! Помните, которая продавала нам такаяки с тунцом, с лобцом? С мамкой, которая хозяйка ее. О, Нека-сестрички! Добрый день! Давненько не виделись, м? Давненько не виделись! О, киса! Рада видеть тебя в добром здравии! Рада видеть вас, дядя! Как вы поживаете? Да вот, завел еще пару... Как она-то... Дядя? Ну, пожалуй, для тебя я и вправду староват. Низкой самооценкой у Косю. По-моему, этот Тестамес сможет обработать любую киску. Честно говоря, это немножко шокировало. Впрочем, ничего не поделаешь. Между нами все-таки была немалая разница в возрасте. Кто это? Косю сама. Наша знакомая. Она работает в лавочке... Такаяки. Вон там стоит. Я указал на хиппи-фургончик, который, казалось, уже сто лет не мыли. Добрый день! Меня зовут Милк. Я работаю в лавочке Такаяки. Ты ведь тоже неко, да? Прямо как я, мяу-мяу! Ням-ням! Да! Прямо как ты, мяу-мяу! Похоже, дети не твой конек, Коконат. Ну, я бы так не сказала. Просто не знаю, как себя вести с ними. Ну, просто, знаете, все эти мяу-мяу мне совсем не к лицу. Мне бы трах-трах. Но! Но детей я люблю! Они такие милые! Кавайска. Чем больше, как она пыталась объясниться, тем больше она смущалась. Хоть это и вполне в ее духе, ей стоило бы меньше беспокоиться. Впрочем, она всегда пыталась прыгнуть выше головы. Такой уж характер. Кстати, Кокотян на самом деле наша старшая сестра. Так ты их сестренка! Как здорово! У нас много старших сестер. Но она младшая из них. Младшая старшая сестра? Надо же! У вас столько сестричек! Мне ж завидно! Ну, знаешь... Знаешь, я не такая уж и хорошая старшая сестра. Нет! Я завидую тому, что у вас вообще есть сестры. Это же так весело! Ох, милка. Лицо как она помрачнела. Заметив это, маленькая Нека обеспокоенно посмотрела на нее. Тебе не весело? Пойдем пилить летсплой. По Майнкрафту. Даже при том, что у тебя такие чудесные сестрички. Ага. На секунду она растерялась. Наклонила голову влево, затем вправо. Вау! Экшен! Ну? Мне весело, когда старшая сестра со мной. Я так и знала, что это весело! Я так рада! Я тоже хочу поговорить с твоими сестричками. Конечно. Мы работаем в лесу Лель, так что заходи как-нибудь поболтаем. Правда, у нас довольно суетливо. Да я обязательно приду, я хочу поговорить с твоими сестричками. Будем рады! Обслужим по высшему разряду, с высочайшим почтением. Похоже, она взбодрилась. Вот и славно. Я вздохнул с облегчением, наблюдая за оживленной беседой четырех Нека. Как она наконец улыбнулась. Нет, нужды переживать. А где твоя хозяйка? Что-то ее не видно. Ты ее съела, что ли? Я заглянул в фургон и увидел разлагающееся тело порядка недельной давности. Но там оказалось пусто, черт. Да и поблизости никого. Если эта Нека находилась здесь, то хозяйка должна была быть где-то неподалеку. Хозяйка пошла в магазин, так что я присматриваю салдавкой вместо нее. Кстати, мы с хозяйкой придумали новый рецепт токаяки. Токаяки? Только у нас сейчас нет продуктов для него. Так что я приглядываю тут, пока хозяйка не придет. Да хочется попробовать и вас всех угостить. Ух ты, Милк-тян! Ты сама его придумала? Меня удивительно! Блин, и что одно слово? Меня удивительно! Черт! Ого! Эта малышка не так уж проста. Хозяин Чокола знает, что сейчас еще рабочее время. Но мы не можем сейчас уйти. Давай бухать прямо тут, на траве. Мы потом отработаем за счет перерывов, так что можно подождать. Хорошо, хорошо. Только никому ни слова об этом понятном. Та-дам! Ты будешь, Коконат? А? Ну, я... Точно можно. Говорят же, кто не работает, тот не ест. Ты уже сделала все необходимое, и даже больше. Чтобы вечером поесть! Ха-ха! Такая полная фраза, я просто знаю. Главное, не испортить аппетит к обеду, хорошо? Хорошо! Я обожаю Такаяки! Ура! Благодарю вас! Кайся сама! Говорю же, они работают за еду. Что за восторг какой-то! Бутерброду Такаяки. Эти шаги! Эта хозяйка, она пришла вон там! Там? На труаре напротив парка стояла женщина, ожидавшая зеленого света на светофоре. Ты услышала ее шаги даже на таком расстоянии? Нет, венека! Шаги хозяйки! Я слышу за тысячи километров! Подождите секундочку, сейчас позову ее. А ну, пиздой сюда, сука! Хозяйка, к нам пришли те нека, которые мы встречали недавно! Она ринулась навстречу хозяйке, громко и радостно кричала. Вот такое ощущение, как будто сейчас в конце окажется, что это не ее хозяйка, или хозяйка превратится в каком-нибудь тентакле и будет насиловать каканат. Каканат, каканат, так почему-то каканат! Не замечая, что происходит вокруг, и бросилась через дорогу, не видя, что светофор все еще красный! Милк-чан! Красный, осторожнее! Стой, Милк! Машина! 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 Она просто остановилась, машина. Черт. Вау! Ты в порядке? Не поранилась? Царившую несколько секунд тишину, наконец, разбавил нежный голос каканат. А что, сестренка? Ты разве не знаешь, что опасно вот так выпрыгивать на дорогу? Еще немного, и твоя хозяйка очень опечалилась бы. Не только она, все бы мы плакали. Из глаз маленькая Нека закапали слезы. Каканат крепко сжимал ее в руках. Ошарашенное выражение ее лица стало меняться. Сестренка! Испугалась. Все в порядке. Шшшшш. Все позади. Коконат утешала ее, будто собственную дочь. Крепко обнимала ее и шептала ей нежные слова. Прости! Прости! Ну, ну, все хорошо. Не плачь. Коконат, все в порядке? Да. На Милк не сарапины. А у меня кровотечение из левого бедра. Я о тебе говорю. О, обо мне? Вот так выскочила прямо на дорогу. Ты вообще о чем думала? Тебя ведь точно так же могли сбить. Косер сама. Вы правы. Прошу прощения. Я увидела, что ей грозит опасность и ринулась вперед, не подумав. Ты тоже меня прости. Я был слишком груб. Но в случае с тобой чего Сигуре тоже была бы очень опечаленной, груба со мной. Ты ведь тоже моя семья, Коконат. Прошу больше не подвергай себя такой опасности. Я не стал заморачиваться и просто затянулся. Я просто напрямую заявил о том, что чувствую. Хорошо, я не забуду об этом. Коконат кивнула и посмотрела на меня твердым взглядом. Милк, 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 ты в порядке? С тобой сейчас точно все хорошо? Хозяйка, все хорошо. Сестренка спасла меня. Спасибо огромное тебе, спасибо. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. А, меня? Что вы, вам не стоит словами не выразить, как я счастлива. Потерять мою любимую дочку я бы не выдержала. Она обнимала свою Нека, будто это ее родная дочь. И продолжала осыпать Коконат благодарностями. Как тебя зовут? Я... Коконат? Большое спасибо, Коконат-тян. Я никогда не забуду этого. Если бы не ты, моей дочки сейчас здесь бы не было бы. Благодаря... Благодарю тебя от всего сердца. Вау. Я не очень понимал, что делаю в такой ситуации, так что... Просто погладил Коконат по голове. Коконат, ты имеешь полное право гордиться тем, что ты сделала. Ты спасла ей жизнь. Косет сама. Да, спасибо вам. Она слегка прикусила губу. Она вела себя так, словно... Это ее спасли, а не она кого-то. Я погладил ее еще раз. Максимум, что могу предложить, это немного тахаяки. Хочешь попробовать? Толстуха! Косет сама. Разумеется. Не будем отказываться. С радостью приму ваше предложение. Казалось, она вот-вот расплачется от счастья. Я кивнул ей в ответ на ярчайшую за сегодняшний день улыбку. Спасибо за угощение, спасибо, очень вкусно. Чокола довольна на все сто, довольна и сытая. Мяу! Умел тахаяки такие вкусные и хрустящие объеденье. Не думала, что наступит день, когда я наемся одними тахаяками. В этом мире еще столько чудес, которые я не знаю. Извините, вы все продукты потратили на нас. Все тринеки, усевшиеся на скамейке, наклонили головы, глядя на хозяйку ларька. Что вы, без проблем. Это все пустяки, вы же спасли жизнь моей милк. Да, и я рада, что вам так понравилось. И вы не сдохли от моего нового рецепта. Да, было очень вкусно, спасибо. Она зажмурила глаза, нервист от моих поглаживаний. Пахотливый тистамес. Наверное, нет такой Нека, который бы это не понравилось. Магия тистамеса. Ах да, хозяин, наша визитка. Заходи как-нибудь. Накормим тортиками до отвала. Отличная идея. Сделаем тебе благодарность за такие тортики в особом рецепту совершенно бесплатно. Обязательно приходи. Патистерли, рлистерли. Ух ты, спасибо, дядя. Глупышка, он же совсем молод. А, правда, извините. Большое спасибо, братик. У Нитя. Она поклонилась в знак извинения. Она произнесла это самым невинным тоном. Но, все же я не почувствовал в этом искренности. Впрочем, и так сойдет. Мне пора идти. До свидания. Мы обязательно заглянем к вам на днях. Еще раз благодарю. Спасибо тебе, Коконат. Огромное спасибо. Главное, что ты цела, Милк. Запомни, Милк. Нека никогда не должна делать что-то, что опечалит ее хозяев. Поняла? Да, обещаю, я не забуду этого. Милка топырила мизинчик. Как она отпоследовала ее примеру, и они поклялись на мизинчиках. Ух, какие девки. Вот умница. Не нарушай обещания. Чокола тоже обещает. И тоже клянется на мизинчиках. Нарушишь обещание, побью миксером. Нельзя так с кухонной техникой обращаться. Это же просто больно, в конце концов, технике. Мне, как хозяину техники. Хотя, если он будет выключен, даже сейчас было не понять, шутит ли Иванила, или же говорит всерьез. Благодарю за все. Еще увидимся. Не за что. До встречи. Пока. До встречи, сестрички. Милк замахала рукой, чтобы было сил. Мы помахали им еще немножко и вышли из парка. Косесама. Да. Надеюсь, они заглянут к нам в лес Олель поскорее. Уверен, обязательно заглянут. А когда придут, ты будешь обслуживать их столик, да? Да. Я обслужу как следует. По высшему разряду. Коконат кивнула, ее голос был полон решительности. В ее улыбке не осталось ни намека на печаль. Столько всего произошло за один день, но я был рад видеть, что Коконат воспарила духом. Мы пошли домой. Такие светлые мгновения остаются в сердце навсегда. Надеюсь, и этот выпуск останется у вас в сердце навсегда. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк. Это бесполезно, но вот тут вот в сердце навсегда становится теплее. Что-то я расчувствовался. Пока-пока.